Белорусский спортсмен стал чемпионом мира по культуризму и, пожалуй, впервые в этом силовом виде спорта прославил нашу страну на международной арене. Гомельчанин Сергей Матусевич одержал победу на чемпионате мира по бодибилдингу и фитнесу по версии Федерации Национального Атлетического Комитета. Хоть первенство в Казани завершилось совсем недавно, гомельский силач приступил к новым тренировкам. Заниматься бодибилдингом Сергей начал в суровые 90-е. Со временем только укрепился в своем интересе. Причем настолько, что именно бодибилдингу собирается посвятить научную работу. Поступить в магистратуру Гомельского университета имени Франциска Скорины в планах в реалиях служба в специальном подразделении гомельской милиции. Настоящая работа для силача. Правда, иногда накачанные мышцы даже мешают, признается Сергей. Бежать марш-бросок, вы знаете, с весом 100 килограмм бронежилет и калашником за плечами, очень тяжело. Бодибилдеры из девяти стран мира принимали участие в чемпионате. В категории «Атлетик-1» рост спортсменов свыше 175 сантиметров на победу претендовали 15 человек. Лучшим жюри признала белоруса Сергея Матусевича. После победы в своей категории Сергей состязался за звание абсолютного чемпиона с соперниками с Германией. И в этот раз судьи отдали предпочтение гомельчанину, который в итоге стал обладателем престижного титула. Брат Сергея, Роман Кульчик, также принимал участие в турнире, но стал вторым. Все равно, что главный кубок-то Беларусь приехал. Призовых фондов на большинстве соревнований по культуризму, к сожалению, нет. Готовиться к турнирам и участвовать в них спортсменам приходится за свои деньги. Недешево обошелся Сергею и чемпионат мира. Впрочем, деньги – лишь инструмент. Куда больших усилий требует подготовительный процесс, специальные диеты и тренировки. Во-первых, это надо терпения очень много и относиться к виду спорта очень серьезно. Не то, что прийти в зал на 10-15 минут. Когда Сергей готовился к выступлению, ему пришлось бросить 14 килограммов веса. Последние четыре сгонял буквально за несколько дней. Но, как видим, результат того стоил. Теперь о белорусском атлете знают не только земляки, но и весь мир. Николай Кальсин, Валерий Капанько, телерадиокомпания «Гомель». Продолжение следует...